Прошли примерные показы мюзикла V, и сегодня у нас в гостях люди, которые непосредственно творчески вложили душу и сердце в этот прекрасный спектакль. Это композитор Андрей Кротов и автор либретто Нона Кротова. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите мне и нашим зрителям, что же такое мюзикл V. Потому что мюзикл это, ну не знаю, ассоциация у людей, наверное, это любовь, счастье, бродвей, все прыгают, скачут танцы. А тут V, это же мистика. Как это все сочетается? Во-первых, конечно, у Гоголя есть все. И счастье, и любовь, и мистика, и все что угодно. То есть смыслов огромное количество, можно прочитать как угодно. А мюзикл как раз дает возможность сделать спектакль яркий, многоплановый, интересный. И, как это ни удивительно, очень близкий к Гоголю. То есть основная задача была все-таки поставить как можно ближе к Гоголю спектакль? Или, может быть, сделать какую-то свою канву, свою немножко версию этого спектакля? Вы знаете, тут удивительная штука такая происходит. Вот на одном из первых показов подошли две прекрасные молодые девушки к режиссеру и сказали спасибо вам за классику, за возвращение классики. И мы с замечательным питерским режиссером Галия Байдуловым так переглянулись немножко с удивлением. Потому что, как минимум, музыкальный спектакль предполагает, что 80% текста рифмованного, поэтического, для музыкальных номеров. Поэтому... Ну тебя за классику посчитали. Поэтому вопрос в том, что, с одной стороны, невозможно не изменить текст Гоголя, но тут важно, наверное, может быть, не изменить Гоголю. Изменяя текст, не изменить Гоголю и его какому-то ощущению, может быть, такому совершенно непередаваемому. Но, видимо, у нас это получилось. А как это дело в музыкальном плане? Что касается музыки, ну, вообще, музыкальный жанр мюзикла, я считаю, что это не только так любовь, песни, пляски и развлечения. Потому что, если мы будем врать великие образцы того же Уэббера, Фантом и так далее, там, я не знаю, чего больше комедии или драмы, или трагедии. И мистики. И мюзикл в том, и смысл вообще музыкального спектакла, именно как мюзикла жанра, в том, что он достаточно впитываем, он впитывает разные в себя тенденции и совершенно разные жанры. Он может быть и драматический, может быть, комический, может быть, технический, даже технологический, технократический. Ну, какое угодно. И это вот слияние и сочетание, оно очень, так скажем, позволяет в мюзикле, в общем, делать разные совершенно вещи. А Гоголь? У Гоголя все есть. У Гоголя есть именно поэтому Гоголь очень даже хороший автор для мюзикла. Театральный, великолепный. Театральный, великолепный, потому что у него все, у него на одной страничке может быть смерть. и веселье народное на одной страничке буквально. Поэтому там все очень смешанно и синтетически ровно настолько же, насколько и в жанре мюзикла. Поэтому я думаю, что это... Ну, конечно, мне бы самому идея не пришла. Эта идея создания принадлежала Леониду Михайловичу Кипнису, художественному руководителю, директору театра. Потому что я сам уже Гоголя один раз в жизни пережил, записки сумасшедшего оперу сочинил. Я думал, что больше я Гоголю, наверное, в жизни не приду. Но пришел. Пришло все-таки. Да, пришло. А скажите, вот с текстом вроде есть какая-то основа, по которой мы можем сделать либретто. Вот какие сложности в адаптации получались, чтобы, так скажем, не потерять Гоголя, который классический, и преподнести все-таки новое, что-то свежее, окунуть, вот как люди подходили, говорили, в классику? Ну, важно было, конечно, вот уловить тональность текста, какие-то тонкости языка. И некоторые тексты прямо, можно сказать, и рождались из гоголевских фраз. То есть прямо цитаты были? Ну, как вот, например, там у Гоголя есть хама, когда остается один его, старуха встретила в своем вот этом заброшенном хуторе, уложила спать. И он остается один и говорит, тощий был карась, что ел, что не ел. Брюхи воет. Вот. И у нас номер начинается, что ел, что не ел. Похудел. То есть это практически гоголевский текст. То есть из каких-то прямо фраз гоголевских иногда рождался текст. Вот. Иногда из настроения. Ну, то есть напрямую не связано это словами с Гоголем, но близко по... Жил у нас псарь Микита. Это вообще моя гордость. У Гоголя прекрасно, очень длинно, подробно расписаны две легенды, которые вот местные жители Хаме Бруту рассказывают. Это псарья Микити, которого паночка укатала. И о казаке Шептуне и его жене Шепчихе, к которому она ночью ворвалась. Вот сейчас запомните мысль. Сейчас мы, я думаю, всем будет интересно послушать, что же будет дальше. Мы сделаем маленькую паузу и вернемся. А у нас в гостях Андрей Кротов, композитор Мюзик Лави, и Нона Кротова, либритист Мюзик Лави. Собственно, об этом мы сейчас и продолжим разговаривать. Я вижу уже подготовлена сакральная бумага, на которой начертаны слова того самого Мюзик Лави, как я понимаю. Давайте посмотрим, что у нас есть. Зачтите, что за момент там у вас. Ну вот мы как раз остановились на истории про псаря Микиту, которые у Гоголя очень подробно расписаны. И нужно было очень компактно это уложить. У нас это называется рассказ Спирида и Дорожа. Да. Они вот по очереди рассказывают. Два казака Спирит и Дорож рассказывают, ну, в общем, сразу две истории на новенького такого. Вот появились новые уши. У кого под руками есть текст оригинальный Гоголя, можете это открывать и сравнивать. Да, оно тут прямо даже начинается с того, что... Вы, Хама, спрашивали, я хотела спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает паночку ведьмой. Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло? Ну, и вот тут-то они ему и начинают рассказывать, в частности, про родственника одного из них, псаря Микиту. А в текстовом поэтическом варианте это звучит, в общем, очень близко к Гоголю, но немножко по-другому. Был у нас псарь Микита, редкий был человек. Лучше псаря Микиты вам не сыскать вовек. Каждый узнал собаку, как своего отца. Мог хоть в огонь, хоть в драку, хоть целый жбан, венца. Пауза. Теперь что это получилось? Мне очень сложно эти слова слушать, как стихи, потому что у меня в голове только мелодия уже. То есть это. Был у нас псарь Микита, редкий был человек. Лучше псаря Микиты вам не сыскать вовек. Каждую узнал собаку, как своего отца. Моть мог хоть в огонь, хоть в драку, хоть целый жбан, венца. Вот как-то так. И он это... И далее страшные слова. Дальше все это, вся эта история излагается. Как увидел он ножку белую. Как увидел он ножку белую. Помутилось сознание бедное и готов уж скакать над бездной и нести ее на себе. Ну, то есть вот такая нагарбетная. Интересно, завораживает. А расскажите, вот самая сложная часть, какая была в мюзикле? Вот именно какую-то сцену может быть конкретную. Написать вот именно тексты, написать музыку. Вот для меня лично самый сложный был момент вообще решиться на это дело. Потому что именно решиться и взять такой материал, который, во-первых, все знают. Правда, почти все не знают его. В деталях? Да, и в деталях. Потому что там в одной строчке концентрация иногда бывает такое, такая, что... Ну, вот простая вещь. Не вдумывается в смысле... Да, простая вещь. Он вдруг увидел, он бил поленом, увидел, как она... Практически убивает человека. Но это там и в убийстве две строчки. Все. И то, что потом происходит с хамой, это практически его преступление и наказание. По сути. И вот на это решиться, понять это все, туда окунуться. Потому что туда окунаешься, и потом практически вынурнуть невозможно. Из Гоголя вынурнуть вообще невозможно. Потому что ходишь потом, как хамак брут сам. Месяц целый после этого делается. А вот, кстати, занырнуть и не вынурнуть. Мистическое что-нибудь случалось при написании? Нет, слава богу. Совершенно нет. Как-то мы... Параллельная жизнь у нас... Сделали вокруг дома круг из соли и съели писать. Ну, соли бы не хватило. Девятиэтажки-то. Верук. Ну, да, да. Тут, конечно, тут посложнее будет. Наверное, да. Может быть, имеет смысл сказать, что, конечно, сцены ночные в церкви, где самая мистика происходит, они наиболее и были сложными. Но это никак не связано с мистикой, наверное. Это связано, в общем, с какими-то вещами драматургическими. Ну, и вообще, как всегда, я лично старался писать о любви. Жена тоже. Ну, по сути говоря... То есть, основная тема все-таки любви, да, получается? Да, все высокие истории, они, конечно... Вера и любовь, она спасает все души. Вот тогда давайте поговорим о любви. Есть новый, неизведанный никому персонаж. Алена. Вот. Что же это за загадочная девушка? Можно я скажу буквально два слова, и потом ты продолжу? Во-первых, он... Его не то чтобы нет, он у Гоголя есть. Там есть девушка, которая... Есть баба в красном очипке, да? Нет, там такая история. Ты расскажи. То есть это есть все? Если спросить просто любого человека, который читал Виа, кто там есть из женских персонажей, они скажут паночка. Это же не значит, что у Гоголя там вокруг паночки совершенно нет никаких женских персонажей. Вот. А в театре женские персонажи обязательно должны быть. И когда внимательно читаешь Гоголя, там, например, есть такой колоритный персонаж, баба в красном очипке, которая выносит галушки и кормит этих казаков. Вот у нас у этой женщины прекрасные появилось, не имя, правда, а отчество, она у нас Петровна. Есть девушка, которая ему дала отпор. Он там пытался попробовать, из чего у нее сорочка сделана, она его угостила лопатой. Это вот она, да? Не то чтобы это она, да, но на самом деле... Но она придумала так, что вот эта девушка... Человек нужен был персонаж, единственный человек, который слышит хаму, который понимает его, который сочувствует ему, когда всем все равно, что человек посидел вообще, и что с ним происходит. Вот. И вот эта чистая душа, вот она для нас... Ну, она получила имя у нас, мы долго думали над ним, она у нас Алена. Просто вы равновесили, так получается, две стороны. Да, конечно, и две стороны, которые есть в любой жизни, в любой какой-то ситуации, когда человек делает выбор. Здесь они в двух женских образах воплощены. Это Паночка, вот такая магическая история, связанная с ней, и Алена. Вы уже видели спектакль. Расскажите, какая самая любимая сцена получилась у вас? Ну, соответственно, что совпало с ожиданиями? У меня самая любимая сцена, это сцена застолья, когда, собственно, и выясняется потом в середине этого застолья, что Паночка умерла, куда привозят хаму, и сотник с ним разговаривает, имеет серьезный разговор. Вот, а начало и конец этой сцены, это такие казаки с кружками. Совершенно блестяще поставлена эта сцена Галия Байдулова, просто великолепна. Она очень яркая, колоритная, и там два хитовых номера, мне вот прямо это моя любимая сцена. Ну, а мне трудно говорить о любимой сцени, потому что я не могу знать, не могу понять, кто из моих детей мне более любим. Но, наверное, все-таки это «Дороги» и «Песня Алены». Это два предпоследних номера. Ну что ж, давайте тогда пригласим, будет еще один показ, он будет более интересным, связанным с «Ночью в музее», там какие-то сюрпризы, секретики. Пригласите наших телезрителей, собственно, в гости на «Ночь в музее» посмотреть спектакль. Дело в том, что в мае планируется еще два спектакля, это 16 и 27 числа, и 16 будет как раз такой особенный показ, связанный с «Ночью в музеев». Если обычно в будни спектакли начинаются в 19 часов, то этот начнется в 21, то есть позднее, ближе к ночи. Ну и там, насколько я понимаю, театр готовит еще какие-то сюрпризы, связанные с этим днем. Ну что ж, спасибо вам большое, а я напоминаю, что у нас в гостях были композитор Мюзик Лави Андрей Кротов и автор либретто Нонна Кротова.